Девушки отдыхают Девушки отдыхают На наш вечер пришли действительно те люди Которые переживают за... Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Мы будем благоуставать о Нашем Господе, действительно, с их грехом. Пусть Бог благословит всех. Вы были счастливы, Руди. Действительно, я благодарен Богу за все свое время встретиться с этим замечательным человеком. Когда мы начали, открыли студию, очень много исполнителей приходили в нашу студию. И один из них вот тоже попел человек, которым мы много времени проводили в студию. Он записал очень много писем. Он сегодня должен был быть с нами, хотя очень много он оказался в театре. Мы попробуем с ним также реализоваться. Надеюсь, что получится у наших операторов включить театр и как-то наладить театр с этим человеком. Виктор посидел. Как там Виктор, надеюсь, все наше слышит. Пока не слышит, да? Но думаю, что так... О, Валентин, поедите, да. Да, да, спасибо. Все с нами. Да, конечно же. Да, привет Сакрама, приветствую Валентину и все, кто находится в этом зале. Я, как ты сказал, уже в театру нахожусь и по тому и зонтикам. У нас здесь как светит солнышко, но погода очень обманчивается. Это порой у нас та жизнь. И где в любое время может пойти дольше, собственно говоря, как из Сакраментов. Ну и то, что, поскольку мы уже в эфире, пользуясь случаем, я хочу благословить и поздравить Ваше начинание. У нас хорошее название «Брать ТВ» и то, что Вы, употребляя средства массовой информации и все, и завоевываете территорию интернета, это, наверное, здорово. Потому что без технологии 21 век нам подарил эту возможность. И просто учитывая, что миллионы людей на интернете и кто-то, даже случайно, наткнувшись на «Брать ТВ», возможно, узнает все, что для него станет спасением. Дай Вам Бог этого. Ну, а если говоря уже о нас, о медиа, о музыке, в частности, я хочу вспомнить студию BBC. Действительно, это было для меня благословение, когда я записал Сакрамента именно радиоцерковку BBC, свои первые песни, которые стали достоянием, я не побоюсь этого слова, миллионов. А если бы этого не было, если бы не было BBC, не было бы этой семьи прекрасной, Валентины, себя, вряд ли бы я состоялся в христианстве. Поэтому, добрый путь, «Брать ТВ», сегодня оно еще, может, кому-то режет слух, оно сегодня еще не в обыходе, это слово, но я думаю, что через десять лет, с Божьим благословением, это станет святителем нашим братом, братом ТВ. Благословением вам счастья и исчезла, самое наилучшее пожелание всем тебе, всем в жалежи, звоните на тебе, на твоей команде, чтобы вы никогда не уставали. Я с зонтиком, и я хочу, чтобы это было как символ, чтобы зонтик неба укрывал нас от всякого рода ереси, от ереси религии, от ереси, которая может проникать с экранов религии, и проникать в души молодых людей, чтобы набрал все виды. Была и сильная проповедь, и сильные слова. Там появлялись божьи люди, и, конечно же, звучали хорошие, хорошие детянские песни. Спасибо! Да, вот, а подарок же, конечно. А что с Сиатла можно прислать? Что же выслать? Для меня-то, в общем-то, здесь, кроме зонтика, ничего нету. Поэтому, я не знаю, когда он долетит, через сколько, но я хочу, чтобы он был в Сакраменто, этот зонтик, и чтобы, как я сказал выше, он укрывал вас, укрывал, но раскрывался, открывал небо от дождя благодати, который будет набрать Сивей. Ну, Валентин, лови! Спасибо, спасибо, Виктор. И вот этот зонтик долетел отсюда. Техника сегодня работает. Так что, я думаю, у меня получится его, Игорь, его разложить. И мы увидим, что это действительно брать Сивей. Очень много людей, которые нас поддерживают и... О, действительно классные зонтик! Ты переборщил Игорь, но с вашей стороны. И зачастую, вот, тех, тех, кто участвует в этом служении, вы не видите. Это люди, которые, я вспоминаю, когда-то учились, мы там, играли в театрах, и на сцене целый оркестр, но многое зависело от того человека, который вот там явно, и он подсказывал. Так вот, один из таких людей, это у нас Саша Винтик, которого вы никогда не видите здесь, но он всегда видит вас. Он каждого из вас. И, что интересно, он старается, если вы даже как-то выглядите в зале чуть не так, он переводит сразу камеры на тех, кто хорошо смотрится. Сегодня остался в зале. Я очень благодарен, что он не за пультом, не за камерой, а с нами в зале. Я хочу, чтобы он так же поделился, если у него она присутствует. Потому что, благодаря его участке, я так же, вот, и в России. Слава Богу! Сергей Олентин. Сергей Олентин. Я, я не позвонил им с этих событий, которые пришли. Я благодарен каждому, что вы поддержите нас. И знаете, мне появляется одна история, которую вы делаете рассказывать моей церкви. Оно сейчас у Господу уже не некуда. Но она говорила так, что однажды в их теле один брат купил радиоприемник, а другой брат узнал, и поехал к стартовому пресс-лиферу по области, говорит, что брат ему надо отлучить, он купил приемник. А стартовый пресс-лифер был, вот этот человек говорит, подождите, не спеши, придет приемник, не купишь. И вот настали эти времена, когда каждая христианская семья старалась иметь приемник, потому что через эти волны был мощный поток евангельской проповеди в нашу закрытую страну. А потом потом другая напасть, через телевидение, через телевидение, там же телевизор начали ответить, наказывать, потому что там все было, ничего христианского не было, и нужно было это искоренять. И потом пришло еще хуже, интернет пришло. Вы знаете, это много было нареканий в его адресе, и сейчас есть, но, благодаря этому следствию, вот наши христианские программы, наши христианские проповеди достигают И вот самые забытые уголки земли, они подобно тому, как вот радио национал, тоже достигают, и это предупреждается, что даже в уголке, где есть этот вот блог-интернет, Вот, например, финанские, в том числе, играл в телевидении программы, и я, как бы, чтобы это было, как можно было, и я надеюсь, что здесь многих подрядов не только побудут здесь и идут, но постараются как-то в том числе, чтобы это дело растерялось, чтобы мы могли быть больше хороших программ, кто умеет, какие способности, и, пожалуйста, мы все приглашаем, чтобы вы не так провели это. Благодарю вас, друзья мои. Благодарю тебя, Александр. Пожму твою труда в свою руку. Действительно, труда в них. Я вам скажу, что многих вы не видите, и, может быть, не знают о них, что трудятся, вот, на тем, чтобы была замечательная картинка, даже вот этот бэкграунд, так называемый, световой, и вот братья-трудничьи, я благодарен, там, Павлу Сергееву, который подразднился, это в обществе труд, это труд, который нужно чувствовать, чувствовать окрас. Это сейчас превратится, я завысочно, сюда, на сцену, знаете, звук и трапки, да, они, когда сочетаются, если вы слышите какие-то ноты, да, вы чувствуете себя, где-то, допустим, на каком-то месте, да, это может быть на небе, да, такая вот небесная музыка, да. Я вообще считаю, что духовая музыка, она практически невестная, это у нас какие-то такие звуки, знаете, когда этот воздух там вылетается, да, труба играет, впоследствии с того, что он видал этот воздушный поток в этот инструмент, и это действительно вот это осуществление, какой-то воздушный степ, вот, я не знаю, я как-то слушаю бака, я хотел сказать, что это действительно вот такая небесная музыка, знаете, что это вот такие чувства облака, которые летят над землею, и вот когда слушаешь бака, и такое впечатление, и какие-то впечатления на ней, и вот сейчас мы покушаем такую небесную, замечательную музыку в исполнении Олега Васильевича. Слава Богу за сегодняшний день, я благодарю Богу за Игоря, за брата Валентина, за родственница, и за те, кто бесчалил, и Эдуард Васильевич, это очень был мой брат, в московском регионе Эдуард Васильевича, и мы помним, как его передачи, так и вам говорят, и еще костей, это все, спасибо, поэтому я благодарю Богу за истральник, и здравствуйте. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Слава Богу. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Своих младых глазах, Своих младших глазах, Младых глазах, А-а-а, младых глазах, Младых глазах, Дай Богу видеться, Пустишь твоих детей, И прощать я не отрочаться, Младых глазах, Своих глазах, Младых глазах, И по-другому, Ваши младых глазах, Младых глазах, Младых глазах, Дай Богу видеться, Своих детей, И прощать я не отрочаться, Младых глазах, Как сухой. И не помогать, Но двое, И во-похе. Младых глазах, Младых глазах, Благодарим, Благодарим для сердца. действительно знают из-за того, что таких людей, то очень глубоко касается сердца, да, каждого, потому что мама это самая длинная, что у каждого из нас. И сейчас, вот, кто же следующий исполнитель, это будет группа «Быть и днем», тоже она будет включена на буквы дни в Алпавите, да, если вы пользуетесь интернетом, то в поисковой системе это наставляющая, в доступном браке или, да, то там, кстати, это еще группа «Быть и днем». Так что давайте это послушаем в результате исполнения этой специалистической группы. Всем привет! Особенно приветствуем в Азате, в общем-то, диновникам в силу этого. И вот, за тем делилось хорошо. У нас на радиозоне работает, и сейчас связь заработала. Мы очень вас поздравляем с этим. И желаем вам сил, даваем вам вдохновения, для того, чтобы продолжать то, что за поливался. В общем, вот, я хотел поблагодарить Валентина. В общем, в нашей группе в Америке он все нас не поделивал. Благодаря вам. Иисус, и сон, предполнение, и сон, 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 Продолжение следует... 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 Также Павел Сердюк, который никогда не отказывает нам в нашем служении. Николай Константинов, оператор, благодаря которому вы слышали этот прекрасный звук. И особенно мы благодарны команде и церкви «Драйв», которая согласилась сегодня в подсказке Григосского выписать эти песни, которые многие годы будут влечать в наших сферах. И, конечно же, благодарны всем вам, кто встречается на сферах, в церкви за вашу поддержку. Без вашей поддержки и благословения Божьего ни всего такового не было. То есть, сейчас Владимир Петрович, у него есть что-то сказать в этой церкви и молитву после всего, но и всего, после чего исполнения оркестра и хора с обесправлением Геннадия Живовского. Слава Богу! Да, опять благодарю, может быть, кого-то не назвали, но Господь, я думаю, что у всех вас благословит именно за то, которое вы рецидируете. Да, мы все вместе, вот знаете, находимся в подсказке, действительно хорошо брать им быть вместе. Ну, и сейчас слово нашему пастору Владимиру Петровичу. Братья и сестры, скажем, слава Господу! Слава Господу! Вы знаете, с какими чувствами вы уходите от себя? Скажите, задайте себе вопрос. Я ухожу с такими всеми чувствами. Первое, с чувством сожаления, потому что хорошо здесь быть, хорошо славе Господа, вместе присоединяясь к ослаблению Господа. Первое, это первое. Второе, у меня немножко смешно на этих чувствах. И знаете почему? Потому что что-то мы видим новое, новое эти три тактии, может, нам кажется, что это в основном может быть не так, если что-то еще. Но я вам скажу, что если это сделано со страстом Божиим и с благородением, и это делается в стенах церкви, и то, что в основном динаме надо говорим, он сказал, что тебе застоправить, что он родился в стенах церкви. И он смысл-то имеет только потому, что это все направлено на то, чтобы прославить Господа. А если он выйдет за стены церкви, а если он превратится в какую-то бизнесовую структуру, знаете, он потеряет вот то, что он имеет сейчас. Я не для того, чтобы держать эту стенах церкви, но то, что церкви для Господа делается со страхом Божиим, это благословение. И пусть мое пожелание, братья, вам, чтобы вы имели этот страх Божий. И, конечно же, третье чувство, это чувство благодарности Господу, за то, что Господь благословляет этот труд, наш труд. И я посчитаю, посчитаю здесь послание Иоантова, один только стих, один только стих. Отстроил такой секрет, я его собернулся читать вначале, но вот почему-то меня кто-то удержало. Валентин Горисович летает, это все, что у вас началось, но вот сейчас я не прописываю. Тут вовую полюсию Иоантова, третья глава, здесь написано так, можно двенадцать и посчитать, но я в последнее предложение. Один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Обратите внимание на это. Один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Вы знаете, о чем идет третий. Это говорится в контексте о нашей жизни. Если мы родились быстро, если мы родины для жизни вечной, если у нас живет Дух Святой, то из наших уст исходит благосполение и в адрес наших братьев свящих, и в адрес церкви, и в адрес Иерусалима, и в адрес учителей. То, что мы собрали вам, имейте вот этот страх в воде, и пусть этот источник, который в церкви трудится для Бога, который проповедует Евангелие, который имеет свою позицию, я это говорю твердо, имеет свою позицию. Я стою сегодня секрет. Брат Валентин не сказал это, но, может, он когда-то скажет. Он как-то подошел ко мне и говорит, что, знаете, Владимир Петрович, некоторые, он сказал, люди или другие, я не помню, в частности, тех странах, оттуда мы приехали, они хотят закрыть Брат Сибири. А почему? Для меня это было удивительно. Закрыть, как потеп такой. Кому-то не стоит, оказывается. Да, кому-то не стоит, что, я думаю, это слово, да, спортили. А вот секрет очень непростой. Секрет очень непростой. На этом канале представлены все метрополики, христиан все, евангелие все. Тот, кто соответствует истине Евангелии. Тот, кто соответствует, тот, кто хочет дух этого всего. И, конечно же, такой канал, ну, дефектовать все равно. Там, где, знаете, может быть, я скажу прямо, танцуют, падают на армию. Где-то показывают, и все, кто-то. Там легко перифицировать. Это легко сказать, это какие-то фиксации. А здесь, а здесь это слово Божие. Это видно, что это люди, девочки, которые имеют страх Божий. Поэтому, собственно, поэтому и возникает вот этот процесс. Ага, не нравится, что-то сказать надо. Это сигнал тому, что... Это сигнал, это говорит о том, что вы делаете для вас Господнее. Пусть Бог благословит вас. Чтобы вот этот источник поистине давал только Евангелие. И усил людей, как жить по Евангелию. Доносил Евангелие до людей. Тогда это имеет все смысл. Не так и так и все. Только тогда это имеет смысл. Потому что это прославляет Господа Иисуса Христа. Это слава Божия служить для распространения царствия Божия. То есть, в Церкви служить для славы Божией. Поэтому пусть Бог благословит. И скажем на эти слова, я надеюсь, что на те скажем Аминь. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Отец, Медвестный Господь, сердечно благодарим Тебя за этот день, за эту возможность быть. Здесь, Господь, и Слава Единого Христа. Мы, Господь, благодарны Тебе за то, что есть те, кто трудятся для славы Своей Господи. Те, кто забрасывают вот эти степени Евангелия через средства массовой информации и словах Своей, достигают сегодня все эти. Господь, дорогой, мы благодарны Тебе за это. И мы просим благословить Братья, которые трудятся для всех, всех, кого назвали, может, кого-то мы истили, не назвали. Мы просим благословить Твоему. Отпросим благословить. Господь, даруй всегда чувствовать силу как Святого от Тебя. Даруй, Господи, всегда обещать соленое, сладкого. Даруй, Господь, всегда чувствовать, Господь, волю Твою. Даруй, Господь, чтобы Евангелие распространялось, Господи, чтобы все это, что совершается, и на через каналы телевидения, и через студии Братья, Господь, чтобы все это служило, для того, чтобы мы могли узнавать волю Твою, Господь, которая засчитана в Семьем Песе. Я просил, Господи, Благословить Церковь Твою, драгоценную Твою венцирую, Господь, которую Ты создал, Господь, и я просил здоровь, чтобы Церковь Твоя также поддерживала Господь для это служение, и народ Божий, чтобы ревновал о том, чтобы статью в Ладе, Господь, это служение, и легкое служение, жертвенное служение, которое требует много времени, много материальных затрат, Господь, но мы зелим, что если в этом есть Твоя воля, что ты, Господь, все восполни и даруй все необходимое, и желание, и пилу Дока Святого, и те света, которые необходимы, Господи мы просим в благо Свои имя, мол, Господи, Господь, Своей церковь, захрани ее, Господь, чтобы она могла свидетельствовать о Диме Твоем, чтобы Господь, она не была соблазном для других, Господне, чтобы имя Святое прославлялось, чтобы она, Господи, была Твоим источником, в котором мы могли подходить люди и найти здесь Евангелие, найти здесь Слово жизни, и, Господи, получить жизненное. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, стремим все, что здесь Господь было, как слава Тебе, как благодарность Тебе, в том, что Ту нас, стопитель, нас Бог, мы славим Тебя, Бога нашего, прославленное Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok